посмотрим ну бухтияров всегда на месте на перекорд пошел мы с ним на пару привет с казахстана виноградов здравия вам тоже здравия вадим добрый вечер николай жамалдинов один из новых лидеров такого же уровня как этот самый как наш иван федорович вот казахстанец так всем садоводом здоровья удачи колесников всем доброго вечера антон я надеюсь ваш друг андрей здоров я всегда переживаю секунду я отвечу а то человек просто возьмет и обидится все нормально так ответил извините жизнь продолжается так брат здравствуй арсен привет учителю здоровья так чтобы плану ждем или что-то изменилось а об чем речь а но это может быть сначала вебинара была не невеска может быть с этим связан вопрос эрика добрый какой новичок скорее всего вот 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 он новичок попался вот учтите садовод это диагноз так и должно писать в этих видео и трудовой книжки надо писать и в этом больничном листе диагноз садовод так сергей александр здравствуйте елена а вот что то скажите пожалуйста абрикосов плодовой почки также выглядит как у яблони сейчас я плодовой почки четко вижу но взрослых а как их увидеть у трехлетних они образуются на нижних веточках сейчас у нас снега до метра и вот не только верхние веточки хочется понять будут ли цвести в этом году вашу саженцы трехлетний абрикос если вишни яблони и груши садила саженцы от сергея дайте ему это подождите месяц-два сейчас догадать ну снега до метра давайте вокруг груши вокруг этих абрикосов вот сейчас пока с ним сухой он не опасен совершенно и вот начинается опасаться то когда плюсовая температура и тогда снег мокреет поэтому давайте-ка в этот момент берите лопату ну ну не положено им абрикосом и груши обрасти снегу до метра их историческая родина не позволяет этого а вы набрались наглости вы взяли выписали саженцы скорее всего железо по моему тут так и написано вашу саженцы трехлетки если они вас уже года два растут вот да вот от сергея правильно наши и от груш и от яблони а от груш и от абрикосов начинайте снег наверно это будет марте от гриппайте ну и мыши они тоже они боятся они не боятся они по стекам такое творят вот иметь это тоже ввиду как зависит ростой почки и плодушки от длины прироста ну в общем то вот если вернуться назад да даже вот такие небольшие хорошо что под рукой у нас есть фотография подходящая вспомните показывал вот например вот эта фотография вот это вот сейчас сейчас найдем сейчас сейчас найдем видите даже такая небольшая веточка вот она уже покрыта считающие почками а потом и цветами вот и бывают ветки едва и у меня бывали случаи до почти до трех метров а длинню очень верно и до самых верхушек покрыты цветами вам сейчас заморачиваться не надо вы просто подождите когда зацветут вы уже должны иметь собственное наблюдение вот прикинули а вот эти должны цвести а эти вроде не должны а потом когда зацветут ошиблась оказывается вот эти цветут а вот эти не цветут чтобы вы знали что абрикоса как правило боковые почечки это цветочки центральная ростовая а бывает целом и букетами и все равно в середочке маленькая на ростовая есть вот этот момент давайте уловим и пойдем дальше будем считать что от длины просто зависит но не сильно знаете почему вот как раз короткие ветки они как раз и называются плодовые плодушки которые еще короче называют капица вот они знаете чем интересно не знаю даже что это расплодовая супер специалисты и так с иронией называю с насмешкой заставляет отрезать все подряд вот прямо вот с самого низу это вытянуты руки вот прям взять их 50 100 отрезать они сбежали уже не из того дурдома потому что их за это дурдом не посадят а я придумал дурдом уже такой как бы назовем его допустим виртуальный вот если череп берет и отрезает десятки плодовых веток называет их не полноценно не нужны а значит у пора в наш виртуальный дурдом я назвал его по-другому кунсткамера вот и получается что я отвечаю на ваш вопрос как зависит от своей почки от длины прирост и никак не зависит короткие могут и длинные могут так данила привет всем свинин всем привет елена вы говорили про новую книгу есть одна книга давняя это другая книга ну вот эта книга она четвертая возможно вас есть книга моя которая написана в содружестве с куриумовым там два автора куриумов это ваших и да если называется умный сад как пересидеть крем это то наша первая после этого были еще ты он кстати ремлик то вот тут с нами вы здорово сам лекси есть как тем всегда раз вот это вот первое а еще есть три вот это последний четвертая практически это энциклопедия давайте это самое я кстати товарищ серебрик саду сеть у вас нет такой книги вы когда-то вы когда-то мне на развитие вот этого тела вот этих лекций 10 тысяч подарили а я вам книгу это дарил или нет вот напишите мне что нет я это самое по морде себя надаю вот потребую от вас значит адрес и вышел в ее подарок потому что вы особый человек из таких извините уже не делают штучные изделия вот так я вас называю а вот отвечая даме да раз уж я взял в руку это опять это другая книга есть еще две книги вторая книга она уже ее нет бумажной варианте есть только в электронном называется северный сад как северный сад и так продолжение название такое сотворение чудо своими руками там была вторая третья книга записка зачарованного сада вода моя самая любимая там я не стеснялся это там не лекции вот так просто моя душа а вот эта четвертая книга я сделал из моих материалов как называется их скомпоновал значит оценка и сейчас у меня 500 экземпляров но я веку подарю остальным конечно не нужно извините так с легкой такой подъемкой все практике поговорили это четвертая 20 конечно нет так добрая света борису и вам тоже как заказать книгу это стоит если про неё 1500 рублей еще есть несколько книг бумажных записки зачарованного сибирского садовода она мне две гнобельские премии но написано таким языком что извините вот так хоть сказать любой дурак поймет а почему на близкие премии и это строение можно понять его с одной стороны настолько все понятно что любой дурак поймет а другой стороны это оказывается стране не нужно она и тогда получается следующая та вторая книга только в электронном виде третья бумажная записка зачарован садовода им и 4 то есть 1500 накинем 300 рублей на пересылку Это вот 1803-я или 1804-я. От вас повелился адрес, телефон. И мой телефон привязан к... Ну, хоть сейчас, может, 5 минут, и книга уже читайте ваша. Мой телефон привязан к Ате Змирбанка. А какой телефон? Напишите по WhatsApp, спросите, я тут не буду вслух говорить. У нас под Москвой снегометры. Больше, как правильно поступить весной, откапывать снег от ствола или что-то не делать. Я немножко, наверное, опередил события и перед этим сказал, что, значит, снег опасен для всех саженцев. Почему? Когда метры больше, я сейчас чуть подробнее раз уж вы спросили. Это, кстати, очень хорошо, что вы спросили. Дело в том, что я это испытал на себе, я потерял 200 саженцев. Но я был новичком, и не виноват. Я там сделал какие-то, с которыми не повредило. Вы и так знаете. Есть, допустим, участок, где-то выдувает аж на чёрной земле, а где-то под забором, может быть, если в среднем снег метр, то под забором может быть и полтора, и два. Согласны? Надувает. А там как раз размещают самые ценные растения. И вот эти метр, полтора-два, вдруг весной начинает потаивать, ночью замерзать, днём потаивать, и вся эта глыба цепляется за ветки, и вот так вот, смотрите, искалеченное дерево. Я это проходил. Значит, что получается? Если деревья там, ну, 3-5 метров, ну, им это всё по барабану. Яблони по барабану, сливом, ну, штамповое мощное деревья, им этот метр полтора не опасен, даже два. Саженцы, которые с головой укрыли снегом, вольно-невольно, вот. А я как загубил 200, чтобы сказать, из 300. Ну, это просто. Я одноличанин, я очень наблюдательный, меня это, блядь, погубило мои деревья. Ну, так бывает, но зато вас не погубит. Значит, меня Бог велел, он гробит, чтобы вам, ваше спасти. И так, я знаю, что когда-то там так заносило эти, со времен войны Великой Отечественной, так заносило лица на них дудинка, что сутками не могли выкопать. Потом кто-то догадался из дудинов, делал специальные деревянные щиты, вдоль дороги, под щитами, вот такой просвет, вот такой. И в этом месте, когда била пурга, била тонны снега, скорость наращивалась, и вот проскакивал железную дорогу, и деревья оставались голые. А там, где этого не было, там, значит, просветы, там, значит, наметал снег. И вот самый первый питомник, я на острове, у меня уже полторы тысячи деревьев скоро заплодоносят, у меня деревья воровали. И воровали, и мыши грызли. Я пережил все, что можно. Там, наверное, седым-то я и стал. А в это время я взял 300 саженцев отдельно посадил, восполнять потери. Вот раз мертвую, готовый саженец, хоп, на это место, сделал 300 прививок. И что вы думаете? Со стороны ветра я глухой. Не вот этот забор, как вдоль железной дороги, который должен со свистом проскакивать. А наоборот, сделал сплошной забор, все высотой метр. Ну и надуло метр-полтора, прям, за ним было вот такое сугробище. И там попало большую часть саженца. И скрыло со снегом. А я доволен. Ничего не будет, морозов не боюсь. Пришла весна, снег сел, переломано, большая часть. Как мой ответ? Пусть он долгий, пусть он эмоциональный. Ну, по существу. Так. Всем здраво, Игорь. Алтай, всем привет. Алтай с вами. Горяр Костянович, по садовым муравьеву лекции не забудьте. Про садовых муравьев лекции практически не будет. Почему? То, что я сейчас скажу, это всё, что я знаю. То ли вы, вы, наверное, спросили. А может быть, мелкие муравьи? Мелкие там, серенькие. И они же разные есть. Лесные, степные, эти самые, садовые. Вот. Я одно знаю. Как бы их там делить, нет такого понятия. Опасные, не опасные. Полезные, не полезные. Все муравьи являются плотоядными. Любой муравейник, по сути, эту самую гусеницу, она сожрут и даже, ещё и спасибо скажут вам. Вот. И скажут, ещё не си. И так муравьи плотоядны. Это значит, жрут всё, что шевелится. Поэтому наша задача муравейники культивировать. Не только просто трогать, но ещё и культивировать. Вот. Неважно, какой он. Всё. Закончена лекция. Вот. И что, наверное, в другом месте я могу только найти пару фотографий с моими муравейниками. Я могу придумать пару фотографий, найти пару фотографий из интернета, где огромные муравейники. Вот. А там же, ну я бы, то, что я догадываюсь, гигантское количество, я дополняю сам себя. Если я знаю, что сотни тысяч насекомых уничтожено, куда деваются эти самые отходы производства? На дерево достаются. Понимаете? Вот так вот я и такой вот, вот такой вот. А все эти глупости по уничтожению муравьёв, это ещё кандидат в кунсткамеру. Это виртуальный сумасшедший дом. К сожалению, эти фамилии настолько значимы, звучные, самые раскрученные в стране, что меня тут видят. Я не знаю, молодые сопрячки учат убивать муравьёв, но когда старые, самые зубры, которые, казалось бы, жизнь прожили в саду и не заметили пользу от муравьёв, я дурею просто. Всё, лекция закончена, другой не будет. Считайте, прочитал. Так, Эльдар, здоровья. О, Юлечка, привет, ещё раз тебя с днём рождения поздравляю, раз ты тут с нами оказывается. С днём рождения. Лобасов, Леонид, всем добрый февральский вечер. Вот. И вам добрый февральский вечер. Борис Тверь, Валерий Константинович, собственно, вопитя убедился, что только проклюнувся костики дают хорошую сходность. Ага. Ну, дня, он дают, да, 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 согласен. Только не только, оно проклюнувся и даёт. Прошу пояснить, как подгадать срок сертификации костики и вишник, какой срок высадки середины апреля. Вы знаете, у меня были случаи, когда и те культурные, и те культурные, эти 20 все проклюнулись, ещё 20 культурных 10 проклюлись, ещё 20 культурных проклюлись одна. И только после высадки на постоянное место проклюнулись уже в догонку. Вот. Сроков сертификации единых нет, зависит от температуры хранения в холодильнике, зависит от влажности, вот, зависит от сорта, я думаю, среднюю цифру. Хотите иметь полсотни, сейчас полсотни прекрасных абрикосов в дереве, каждый из которых потом даст сотни вёдер, а не привлечивых, ну, вы сотню посадите, тут уж гарантия. Вот. Тогда уже будет гарантия. А так, чтобы у вас 100 посадили, 100 зашло, я такой гарантии не даю, причём, говорю, это гордо, я не этот, не халтурщик. Вот, тысячи. Вот, и, пожалуйста, будет такой ответ. Два месяца для абрикосов, ну, когда будет 2-3 градуса, ну, в холодильнике обычно 4-5-6, проходит два месяца, мы открыли, баночку вытряхнули, а в ней половину уже поздно садить. Так бывает. Вот, уже от спички до двух спичек длина корешка, есть ещё половина, которые только наклюнулись, ура, вот это самое, то, и смотришь, ещё какое-то количество вообще не проклюнуло, и никогда не проклюнулся. Вот. В этом году, в смысле. А проклюнулся на следующий год. Вот, смотрите, как я вам объяснил. Вроде бы и сказал, а может быть и лапши навешал. Так, прошу пояснить. Ага. Дело в том, что эти сроки в разных сочках, ещё бы, конечно, разные, кто-то, специалисты-то разные. Как вы относитесь к таким сочкам, как Николай Уфг, спросик по пространству, или Богданова, биология? Вы понимаете, я их не читал, и, наверное, не читать не буду, даже если их легко найти, скажем, в интернете. Вот, набрать там вот эти вот цифры, буквы, и высветиться. Почему? Я всё на своей шкуре испытал. Вот. У меня крыша ехала, когда в одной этой самой грядке груши не взошли, на другой, куда ходил, в туалет, всё это время кошка взошла 100%. И чего только не бывает в этой жизни. Всё, сейчас тема-то, я же не могу подробно всё рассказать, всё про это. Это другие, другие дни, другие темы. Виктор, здравствуй, Теория Корсич, посадил персики в розыске в 19-м году, в открытой форме подмерзает парус сега. Да, это факт. Жил он в Нижегородской области, в 80-х случаях с оттепелем. Вегетативные почки и апрекосы оттепели выдерживают спокойно, в отличие от персиков. Вот. Да, это есть. Совершенно верно. В отличие от персиков. Но это же абрикос. Поэтому я решил персики в розыске в странной форме. Правильно. В связи с этим у меня вопрос. Подскажите правильно агротехнику в розыске в такой форме. Особенно если вы видите, решите вопрос, как удержать растения в росте. Не надо удерживать растения в росте. И удержите. Вы можете только искалечить. И даже когда калечишь, они все равно продолжают расти. Все равно продолжают расти. Ясно? Вот. Поэтому это раз. Вот я столько про персики рассказывал. Вот. Есть способы там. Ну, как быть-то? Ведь опять на меня обидятся те, кто уже пять раз видел. Чун-термос Чернобаева. Вот. Персики в теплице. Персики неукрытые. Но стелятся под над землей. Персики в огромных картонных коробках. Представляете? Огромный холодильник. Какой-то там взрослый персик, боже мой, это. Удрится на землю. Спрятать в эту огромную. Персики обмотанные. Персики, которые лежат прям буквально на земле. Вот. Все это мы уже проходили. И еще правильно агротехнику в станции оформляет. Это я знаю только одну. Ну, пару слов скажу. А то я хотел от вас отвертеться. Ну, не получается. Бредный, одутый. Значит, я один раз до сих пор, вот годы прошли, пытался наклонить один прекрасный персик, которым было года два. Поздно. У меня раз хрупнуло, и он отвалился. Так жалко было. Невероятно. Я своими руками убил персик примитивный абрикос. То есть я пытался наклонить. Уже можно было. По сантиметру в день, по сантиметру в неделю. Постепенно это. Придавать ему форму какую-нибудь такую стелющуюся. И это я его сломал. А вот персики, которые не примитые, а сенсоры, те трудно сломать. Их легко наклонить. Даже если они расчеты вертикально. Начинайте гнуть. До зимы согнете. Укройте маленькие картонными коробками. Показывал фильм. Картонный коробок накрыл. Жменьку отравлено зерна под коробку, и все спокойно. Вот. Выше найдется отравлено зерна, и не буду трогать персик. Вот. А почему? Когда мы делаем с той же картонной коробки, укрываем агрилом, чем угодно, вот, или как, допустим, укрывает этими самыми лапниками, чернобаев, мы создаем коттеджи для мышей. Для мышей. Мне приходилось, ну, эти как, вот небольшая копна сена, да. Потом зачем-то стронул ее. А мне уже это, мне уже печатают эти дети мышей. Вот. Ну, и так далее. В общем, вы меня, надеюсь, поняли. Наклонить легко, главное не сломать. Наклонили, укрывайте, как хотите, находите мои временары. Вот. Столько раз про это рассказывал. И у меня есть отдельный диск, он номер 4. в Киеве, он называется «Избранные статьи», там их сотни. Это самое мое ценное приобретение, это то, что я создал за всю жизнь. Вы думаете, случайно, что ли, 400 этих? Меня очень печатало Казахстан, Украина, Белоруссия, Россия само собой. Вот, сотни, сотни, это все было. Это был мой триумф, это была моя, это самое, это была моя знаменитость, вот. Мне гонорары платили какие. Сейчас этот диск никому не нужен, но и там есть все. И там же есть название. Купите диск, ищите все, что вам надо, все найдете. Представляете, здесь я за несколько минут уже столько наговорил. Но я люблю рассказывать с фотографиями. Фотографии – это мой конек, это мои козыри. Это вам не то, что он взял фотографию с 19 века, перефотографировал с этого, или перекопировал с 19 века прямо из книги рисунок отрезания центрального корня и поместил в 21 век. А зачем напрягаться? Зачем? А что изменилось в 19 веке? В 19 веке центральный корень не нужен был. Плевать на морозной козырь, мы не знали, что от этого морозной козырь зависит. И с этого страшная рана. А обрезка корней – это что, не страшная вещь? Когда там рана гниющая. А что под землей, где минус 20, минус 30, когда без снежья. Что там, эта рана так нужна? Через неё не пойдёт в дерево мороз? А? А у меня фотографии. Ну что, идём дальше. Так. Почему я спросил про откап? Потому что у нас дважды были оттепели. Ой, Лена, где вы живёте? Да оттепели, оттепели. Ну, надо с собой. Вот я говорю ещё. Я всегда говорю, не кладите в одну корзину все яйца. Вот. Одни раньше оттоптали или отгорнули. Другие позже. Да вырасти нормальный сад, чтобы у вас под ним… Повезёт, зацветёт раньше, повезёт, зацветёт позже. И повезёт у половины цветочной цепочки, помёрзнут. Зато второй такой выражай он даст, что у вас одна головная боль будет, куда его девать. А когда она та самая… Ну, вот сейчас я разговариваю, я говорю, ну, давайте, ну, хотя бы пять деревьев. Нет, три. У меня шесть соток. А если через два года будет два или один? Так, идём дальше. Если не предвидится больших породов, можно ли снег от деревьев подненочек убирать? Можно. Валерий Константинович, есть ли у вас опыт прививки черенков южных садов персика на хасанский персик? Что ведь этим заниматься? Нет, Виктор, у меня нет такого опыта. Я ни разу в жизни этого не делал уже по одной простой причине. Я в Сибири живу. Нету, нету, нету. Не пробовал. Я вообще практически не занимался. Ко мне, это, один восточный товарищ прислал косточки персика шлифта. Они замёрзли даже без всякой надежды на это. Я даже не успел себе черенки взять. Помёрзли напрочь даже. Ай, всё, обида. Да и потом я не могу многого. У меня две руки, у меня нет это. Я мог бы вырастить сад 10-20 садов персика. Плоть вот до таких. И они бы плодоносили, укрытые под снегом. Это ничего не стоит. Мне это не надо. Как это объяснить по-другому? Понимаете, разорваться я не могу, как-то обезьяна. Я умный и красивый. У меня разорваться, что ли? Помните анекдот? Все разошлись на умных, красивых поделились. Обезьяна не стала. Я такая же обезьяна. И умный, и красивый. Но не хватает мне на всё. Так. Сажень из персика укрытия с осени картонной коробкой. И с подводом весь под снегом больше метра. Когда эту гору снега начнёт сгребать. Живите, что все вопросы сегодня про снег. Да сейчас сгребайте. Сопряйте к чёрту. Вы знаете, мы не посмотрели в этой лекции письмо моего брата. Ну что делать? Уже все сроки вышли. Вот как раз про это. Если у вас случится так, как у брата. Ой, не буду. Извините, время вышло, всё. Потом сами на меня обижаются за то, что невозможно всё это выслушать. Короче, там так получается. В этом случае уже сыро. И вот сейчас, возможно, была уже там и коробка, и с подбордом, и ещё и гора снега. И всё, под этим уже, может быть, запрыть начало. Всё хорошо, верно. Вы это чувствовать должны. Чувствовать, когда вам надо начинать отгребать. Открывать. Чувствовать. Другая ошибёт ещё. Последний мороз. Ну, проснуться, чуть-чуть зазеленеет, потом мороз убьёт. Вот. Поэтому всё зависит будет от вас. Пешику делать нечего в наших крышках. Нечего. Взялись рисковать. Рискуйте только количество. Вот как я сказал? Отгребайте. А другой бы сказал, не отгребайте. Да пусть у вас будет вариант, один отгребли, другой не отгребли. Один раньше, другой позже. Третий уже давно должен быть отгребён полностью. А четвёртый не подходить к нему. Я говорю, берите количество. Хотите иметь эти плоды, которые не отравлены. Берите количество. Отвестись над одним домом, от тремя деревьями и думать, отгребать не отгребать. Ошибись целиком. Так. Так, Александр. Латинкова Галина сделала ролик, где уже откопала молодые абрикосы. Но говорят, что эта земля промёрзла, что промёрзла, у нас и корни просыпаются рано, слишком тепло, под снегом земли греет сизу. Да, вот греет снизу. Каждый человек, который знает, что планета греется снизу, это грамотные, умные люди, начитанные. Это надо учитывать. А на счёт промерзла, сегодня промёрзла, завтра оттаила, послезавтра сопрела, а ещё послезавтра рано проснулось, а потом опять замёрзла. Ещё раз говорю, берите количество. А Галина Латинкова, вот, это специалист супер, супер класса. Вот всё ещё хочу сказать. Отнесите серьёзно к её ролику. Виктор, Валерий Константинович, что можно сказать про першики канадской селекции. Говорят, они достаточно морозостойкие, их можно привать, а хорстанский першик. Вопрос не ко мне. Я уверен, что меня слышат и Русенко, вот, это значит Карьковская область. Вот. И меня, наверное, слышат с Али В. Александрович. Это мои земляки. Оба, как бы их назвать-то? Ну, назовём их успешные садоводы. Это лидеры в масштабах Украины. Вот. И не только Украины, я считаю. Вот так, учитывая их масштабы. И они всё перепробовали. Всё буквально. А что касается именно канадской селекции, по-моему, её забраковал именно Салий Валерий Александрович из Сумской области. Вот. Заметил, что Сумская область это не персиковая область, а у него прекрасный сад. Но его сад основан на подвоях хасанского персика. Не только, но во многом. Поэтому его сад никогда не замёрзнет. А то, что он говорил, что импортные персики помёрзли при минус 27. Канадские, не канадские, но учтите, когда-то я не проверял, хоть я вроде бы хорошо помнил географию со школы, но именно из какой-то публикации одного из наших там было написано, что Курск находится на широте Монреаля, или Монреаль находится, нет, Монреаль находится на широте Курска. Ну, Курск для нас это юг России, правильно? А Монреаль это одна из столиц Канады, вы знаете. Вот, Торонто, Монреаль. Так, а ещё было написано, что Нью-Йорк на уровне Сочи. О, меня вот это удивило. Нью-Йорк на уровне Сочи. И в американские сорта, если они растут на уровне Сочи, то такой чёрт они нужны. Ну, вы поняли. В этой аналогии вы поняли. Так, смотрите, больше никто ничего не пишет. Ещё даю минуту на размышление, выпили в лоток чая и будем заканчивать. кто-то сейчас пишет, я отсюда не вижу. Не всегда видно. Мебинар закончен, до свидания. Потом раз, если сразу не выхожу, досмотрю, ещё несколько вопросов задают. А я уже отключился полностью. И трансляция закончена. Ну что, подождём минутку. подождём, подождём. Так, мы же не виноваты, что кто-то опоздает со своим вопросом. Вот, давайте будем заканчивать. Ну что, друзья, не знаю, как вам, я пару выпустил. Вот, я живу в этом мире, страшном мире. Если бы знали, в каком мире я живу. У меня сотни и тысячи фотографий. Вот, пособия, как уничтожать деревья. Из какой любовью они их уничтожают, боже мой. И самое главное, я скажу, тем, кто меня не очень любит или очень не любит. Вот. Его конкретный опыт, это не опыт всей страны. Вот, я прежде, чем начал вас учить, очередная пачка, скоро я их все сожгу. Это следующая пачка. У меня их несколько мешков было. И вот, это горько, 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 горько. Это вся страна, это вся страна, Костяковский край, Ачинск. Вот, Омск. Омск, теперь опять. Опять Омск, 89. Вы видите? Вот. Новосибирская область. Везде холоднее, чем у меня. Представляете, как им учить обрезки на кольцо? Это будет до своей стороны. Томск. Опять. Это еще страшнее. Томск, он туда клином идет, борясь к этому, к полярному кругу. Татарстан. Иркутская область. Тайшет. Тоже холодильный. Вы представляете? НСО, Карасуха. Опять холодильный? Красноярск. Опять холодильнее, чем у меня? Прокопьевск, Кеменовская. Холодильнее, чем у меня? Я в Лицкозе сказал, знаю. Там никаких санов близко не было. Иркутская область. Да вы, что же это такое? А, это те, 20-летняя давность, это когда меня печатали эти, сибирские газеты. Вот почему кругом сибиряки. Селябинская. НСО, Карасуха. Опять. Темирская. Опять сибиряки. Томская. Еще севернее. Московская область. Ну, газеты сибирские, они имели подписку всероссийскую. Мараховская, улица Парковая. Вот. Вот эту я никогда не сожгу. Это Мараховская. Это один из тех, кто в моей жизни внес судьбоносную. Такая же, как ребрик. Вот. еще посмотрим. Еврейская там область, областье, Евсюков. Там холоднее, чем у меня. Вот. Ленинг-Кузнецкий район. Кемерская область, Ленинг-Кузнецкий. О, земляки. Я там жил, в школу ходил. Новосибирская. Ленинг-Кузнецкий район. Ленинг-Кузнецкий район. Как она последний морковку отдала ребенку и пошла голодная в школу и там потеряла сознание. Месяцами не платили зарплату. Они голодали в прямом смысле. Вот. Это все правда и у меня таких письм. Знаете, сколько это все? Я через себя пропустил эти письма. Когда это все прошло, я с тех пор миллионы рублей раздал детям, больным, на операции, на это. А дети, обуть. Миллионы рублей. Вот. Это вот меня вот это вот. Я в такой стране же. Я все это... Это невозможно. Это как обнаженный нерв. Вот это вот обнаженный нерв в стране. А все дальше будешь говорить, у меня давление сейчас поднимется. И все это будет сожжено. Почему? А кто этого не знает? Что толку, если я еще прочту, как дважды зарабатывали смерть эту, как она называется, инфаркт и смерть своими руками уничтожая свои яблони, посаженные, выращенные. Это были настоящие крестьяне. А их этот самый сказал, платите налог. Нищета дикая, плати налог за каждое плодовое дерево. Люди, два таких письма было. Люди срубали деревья, чтобы не платить налог. И умирали возле дерева. Клянусь Богом, два таких письма было. После этого станешь равнодушным. И такую школу прошел. Извините, что я выговорился таким путем. Очень вас прошу извините меня. Так, спасибо за познавательный вебинар. Еще одно спасибо. Все, заканчивай, больше писем я не дождался. До свидания, друзья. Вот. До свидания. Сегодня фебинар в понедельник. Если вы напишите, что такая форма вебинара не подходит, вот, придется закрыть лавочку. фебинар фебинар фебинар